Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики! Кто у меня внимательный, наверное, слышал, что я обещала своему мужу приготовить его любимый десерт, от которого он уже отвык. Это Наполеон. И для Наполеона у меня есть рецепты Наполеона. Это готовится на потобе песочки, потом в холодильник это всё, потом тонко раскатывается, всё это есть. Но! Заглянула я в старый холодильник и нашла вот такие две тубочки с тестом. Ещё три маленьких есть. Это мне присылала Сета с Германии. Я видела это у ребят, миграция и деньги, они готовили вот такие вот завтраки из такого теста. Я не знаю, что там внутри, но сегодня я хочу приготовить именно из этого теста. По идее, это слоёное магазинное тесто. Оно у нас продаётся тоже в магазине. Сравнительно стоит недорого. Если взять, то где-то 1 евро целая упаковка. Если взять приготовление самого теста, то это будет не дешевле. Что я сейчас делаю? Я приготовила муку для раскатки. Сегодня Наполеон будет необычный. Прежде всего я хочу заглянуть. Вот нашла... Ой! Ой, как оно стрельнуло! Это я его вытащила с этого. Боже, испугала! Смотрите, какое здесь тесто. Так, высыпайся. О! Вот всё, видите? Какая тубочка. Это, я так понимаю, дрожжовка, потому что немножечко пахнет дрожжами. Я не знаю, мне его вот так вот или... Я, наверное, вот так вот его немножечко перемешаю, как по-нашенски. И потом... Извините. Да, всё-таки, наверное, это дрожжовка. А может, это вообще не слоёное тесто? Плохо, что не умею читать. Там второе есть круассан. Это точно слоёнка нарисована. А здесь, ладно, уже открыла, значит, буду готовить с этого. Сейчас я должна его чуть-чуть муки раскатать в пласт, ну, я не знаю, где-то 2 миллиметра. И теперь вот нарезаю. Если вы будете готовить без начинки, то просто нарежьте такие слоёного теста, с листового, которое продаётся в магазине. Нарежьте полосочки, ну, толщину где-то 2, шириной 2 сантиметра. А я хочу немножечко ещё, как начинка его сделать, то есть действительно необычным. То есть мне нужно сантиметра 4. Ну, у меня получился почти квадрат, поэтому я могу вот так нарезать. Вот так. Теперь аккуратненько. Ну, перед тем, как разрезать, можно было весь пласт поднять. Ну, так. Сейчас я немножечко подниму, чтобы оно у меня не рвалось в дальнейшем. И так, надо перевернуть оно тут с мукой. Всё. Сразу я подготовила, смотрите, противень. Застелила, вы можете пергаментом. Я застелила, у меня такая специальная бумага. Включила духовку 180 градусов. И в этой духовке мы будем запекать эти наши поленья. Что у меня здесь в пакетике? Сейчас вы поймёте, что здесь в пакетике. Вот такие вот. Видите, это молочный шоколад. Есть чёрный. Вот так. И теперь я вот так вот дорожечкой, то есть вот эти поленья я должна как бы зафаршировать шоколадом. Вот так, видите, выложила эти пуговички, пуговицы, извините. И теперь вот так вот защипываю, попробуем. Шоколадик. Вот эти вот конфеты. И конец хорошенечко вот так закрываю. Вот здесь, раз. Вот немножечко как бы прорвало. Сейчас мы её тут залепим. Вот так, всё. Теперь беру этот червячок и выкладываю на противень. Вы старайтесь сделать по длине противень. А то у меня не так, не так. Видите, какой он длиннучий. Ладно, вот так и сделаем. Всё. И вот таким макаром, отступая где-то 2 см друг от друга, я выкладываю вот эти все, фарширую и выкладываю эти колбаски. Так, ну что, вот смотрите, у меня получилось 5 полосочек. Я их отправляю в духовку. Пока вторую партию буду делать, они у меня будут запекаться. Посмотрите, если где-то у вас тут как дырочка маленькая, то можно закрыть. Я вам скажу, что можно вытяжное тесто тоже использовать. Вот видите, у меня вот неудобно поднимает краешек. Ну ничего страшного. Так, всё, в духовку. Я немножечко не успеваю, а вижу, что у меня уже всё здесь готово. И всё-таки я думаю, что это дрожжевое тесто. Ай-яй-яй-яй-яй. Горячее, извините. Не думала, что не поддержит прихваточка. Теперь это пусть остывает. Я быстренько сейчас доделываю второй противень. У меня получилось почему-то 6, не знаю. Вот видите. И точно так же отправляю. Ну что, мои хорошие, вот такие вот заготовочки, вот такие вот поленья получились. Вот такие поленчики, видите. Там, где шоколад, прямо точки такие. Всё, остывает. Но всё-таки это не слоёное тесто. Это дрожжевка. Или даже если слоёнка, ну дрожжевое. Потому что я тут укусила одно полено. Вот оно, смотрите, я с вами покажу. Вот, видите, какое оно. Но ничего, я буду готовить по принципу, как я и хотела. Ну ничего, это будет не Наполеон. Если у вас слоёнка будет настоящая, это будет Наполеон. А я сделаю между Наполеоном и Бриошем. О чём я сейчас говорю. Палочки эти у нас остывают. А я приготовлю самый обычный заварной крем на молоке. Так, у нас сейчас бутылки выпускают молоко не литр, а 850 миллилитров, значит, на ту бутылку я буду делать. Так, 4 яйца выбиваю в сотейник. Добавляю стакан сахара. По сладости смотрите сам. Это обычный заварной крем. Пачка масла достаньте заранее, чтобы она стала мягенькой. И добавлю сюда 2 столовые ложки крахмала кукурузного. Чуть-чуть. Перемешиваю это всё. Ох ты! Хотите, добавляйте муку, что вам нравится. Но я добавляю сюда крахмал. Можно так, 2 ложки муки, 2 крахмала. Это чтобы крем был такой повыще. Почему я всё до молока? Потому что крахмал, он растворится. А если мука, могут быть комочки. Хотя и на крахмале, видите вот. Поэтому венчиком вот в этой массе мы должны хорошо растереть, чтобы не было никаких комочков. Чтобы не процеживать крем потом. Зачем? Всё, смотрите. 10 в одну сторону и 10 в другую. И масса, смотрите, какая шикарная. Всё, выливаю теперь молоко. И всё это заварю. Крем готов. Я выключаю и чтобы не подгорел. Смотрите, какая у него консистенция. Извините, я вас не носила к плите. Смотрите, какая классная, видите. Остывает масло комнатной температуры. Я добавила ещё пакет ванильного сахара. Всё. Сейчас я накрою контакт плёночкой. Ну что, уже остыл наш крем. Я сейчас быстренько даже миксера не буду брать. Пачку масла сливочного мягенького в миску. Чуть-чуть взобью сейчас венчиком. Вот так. Ни сахара, ничего не добавлять. И по чуть-чуть буду добавлять крем. Смотрите, ничего не пристало. Но крем абсолютно сухой. Нету вообще влаги. Вот почему над плёнкой в контакт. Смотрите, какой красивый крем. Видите? Просто замечательный. Ой. Если вам не сладко, можете добавить. И вот сейчас. Ну понятно, что миксером это быстрей. Но ещё я скажу, что немножечко как бы тепловатый. Не горячий, но тепловатый. Но я вобью крем сюда в эту. И когда уже поставим на настойку, будет нормально. Сильно густой крем не нужен, потому что не пропитает. Даже если у вас будут из слоёного теста вот эти заготовки, то не пропитает. Вообще можно просто сделать, нарезать полосочки и испечь. Можно вырезать как печенюшки. Знаете, как вот из ушек делается Наполеон. Тоже очень вкусно. Это уже вы думаете. Но я сейчас выхожу из положения, потому что у меня, вы видите, у меня дрожжевое тесто. То есть вы дрожжевое тесто, у меня очень хорошее на канале есть, называется «Русалочка». У некоторых он «Утопленник» называется. Мне так не нравится. «Водолаз». То есть дрожжевая, дрожжевка не очень такая, знаете, жирная, которая подходит в воде, в мешочке полиэтилена. Вот вы можете это тесто, из него приготовить. Вот такие вот палочки. Всё, вбиваю крем. Знаете, я попробовала, мне вот немножко не сладкий. И вместо сахара я добавлю сюда сейчас где-то полстакана сгущенки. Для того, чтобы собрать наш, я даже уже не знаю, как правильно сказать, Наполеон, не Наполеон, я должна взять вот так вот пленку широкую, чтобы завернуть в два, даже в три может ряда, чтобы завернуть уже собранный наш тортик. Тортик-пирог, что хотите, так и так называйте. Самое главное, не надо расстраиваться. Вот так, в наплёсок. Так, и ещё одну полюсочку такую вот. Можно потолще, можно ещё сверху, как хотите. Чтоб крепенькое было. Так, и тут вот край. Теперь можно ещё вот так вот сделать. Короче, прямо такую клеёнку с плёнки делаем. Я думаю, вы поняли. Так, плёнка готова. Пока у нас крем будет застывать, Давайте подровняем все наши эти палочки, чтобы они были одинаковые. А эти можно по две раз. Сейчас я просто поровняю. Где кусала. Вот так. Конечно, чем больше палочек, тем лучше. Так, подождите, это же вот это, вот это. Потому что я сейчас наровняю. Смотрите, какое тесто получается. Видите? Такая дрожжовка. Но непростая. Так, всё. Обрезаю. Боже мой. Я его заворачивала, выключилась камера. Ёмки-палки, что делаете? Ну ладно, я уже разворачивать не буду. Так, и теперь. Можно ещё раз плёнкой завернуть. А не, значит, на разнос это всё. И в холодильник. Боже мой, ну почему не посмотреть? Хорошо, завернулась без проблем. Крема много, но ничего. Вот я сейчас вот так вот возьму. Разносик этот. И сюда его. Всё. Подбирайте вот так, чтобы было. Тут хорошо я закрутила. Вот так вот. Почему я сделала плёнку в несколько слоёй? Видите? Нигде не пролезла. Ничего. Всё. Вот так вот его мы. Можно поместить. Всё нацереет. Потому что хоть дрожжевое тесто, хоть песочка, хоть слоёнка, надо, чтобы оно пропиталось. Тут у меня вот эта ручка. Всё, отправляю в холод. Но я вам скажу, что на ночь. Я вот вечером сделала. Ночь пусть постоит в холодильнике. Выключилась почему? Потому что я пишу на телефон, и на васап мне, Сергеенко Надя, прислала цветочки. И вот эти цветочки, я не обратила внимания, потому что в этот момент я смазывала эти палочки и пыталась завернуть всё, чтобы оно не порвалось у меня. У меня выключилась камера. Так что извините, но заворачивается всё легко. Мне нужно исправить положение. Вот смотрите. Вот представим, что это у нас плёнка в три слоя большая, которая лежала на столе. Я беру крем и наношу, вот отступая от края плёнки, где-то сантиметров 10. Не надо близко к краю. Сантиметров 10. И наношу квадрат кремом заварным, который у нас есть. И начинаю выкладывать полень. Я вот выкладываю раз, выкладываю два, выкладываю три, пять, шесть, семь, восемь. Какой ширины вы хотите. Кусочки, которые обрезала, я сюда вот все вставила, вот в эти промежутки. Два сантиметра между поленом. Потом наношу крем и выкладываю дальше полень, которые там у меня есть. Весь крем вымазываю полностью на вот эти штучки. Потом подтягиваю плёнку. Вот начинаю заворачивать. Потом беру эту сторону. Эта нижняя сторона у меня внизу получается. Вот так переворачиваю. Ну, надо же больше. Втягиваю хорошо. И вот так, как конфетка, здесь заворачиваю, потому что плёнка у нас вот так широкая, податливая. И вот такой рулет у нас получается. Простите. Ну что, вот я достала с холодильника. У меня этот пирог пролежал целую ночь в холодильнике. Так, аккуратненько разворачиваю. Можно развернуть даже не весь, а вот половину, которую будем мы разрезать. Вот почему, видите, у меня дрожжовка получилась. Она вообще такая, знаете, плотная, поэтому... Так, там снимает. Там пришлось... Хорошо, что в два, даже в три слоя у меня плёнка. Крема, конечно, много. Крем очень вкусный. Смотрите, какой... Сверху можно посыпать сухариками. Сухариками из... Пару палочек оставить. Вот этих вот из слоёного теста. Они такие, знаете, они сыпятся. Или же просто сухарики с батона. Видите, у меня эта сторона, которая была к листику, где шоколад лежал, такие точки. Когда будете собирать на плёнке, не лицом наверх крем, а лицом к плёнке. Тогда, когда вы заворачиваете, получается, у вас здесь будет красивый... Сейчас я вот срежу вот этот край. Такой, а потом уже... Ну, у меня... Вы видите, что у меня... Сейчас я заберу это. У меня дрожжовка, тесто намного грубее. А когда будет у вас слоёное, оно будет рассыпаться, потому что оно мягкое, оно крохкое. Знаете, как говорится, краешки. Самое вкусное. Правда? Так, сейчас я... Если удастся, здесь у меня блюдо идёт на... Вот так. О! Видите? А у вас трубочки эти будут из слоёнки. Смотрите, как на разрезе. Видно, это ты шоколад. Вы можете... Ну, вишня, знаете, это уже будет как монастырская изба. Именно шоколад здесь очень хорошо играет, когда вы используете слоёное тесто. Ну, и здесь, вы видите, я не буду обрезать плёнку, потому что сейчас тепло на кухне. И этот торт, Наполеон, поленник, вот это поленник, поленник, нужно ставить в холодильник. И чтобы не тянул запах, аромат продуктов, которые в холодильнике, плёночкой накрыли, отрезали, закрыли. Открыли, закрыли. Так, смотрите, какой красивый он на срезе. Вам видно? Смотрите. У вас точно такое же всё будет. Так. Ну, и сейчас давайте попробуем. И вот так вот этими трубочками отламываете, и вот так вот берёте с большим количеством крема и кушаете. Ну, честно говоря, я так и не поняла. Мне кажется, что чистая дрожжовка без слоёного теста. Вот по вкусу, по внешнему виду, по структуре. Ну, я... Всё-таки надо было брать те три батончика там именно для круассана. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Пробуем. Я всегда говорю правду. Значит, смотрите, очень вкусно. Очень вкусно. Даже дрожжовка, она стала мягенькой, она слилась с кремом, а крема много, и структура крема, смотрите, какая замечательная. Единственное, что, ну, лично я, я чувствую вот далёкий привкус дрожжей. Дрожжей. Может, знаете, может, долго его хранило, это тесто. Но, если вы приготовите, это как вариант. Поленник вот такой. Вот видите, название мы сами придумали с вами. Как вариант. То есть, хорошее дрожжевое тесто, мягкусенькое, тонко раскатанное. Ну, если брать по мерке, наверное, одну, наверное, одну третью надо брать. Или пополам делить рецепт, чтобы немного, потому что коржи должны быть тонкими. Очень вкусно. Это может быть такой вот рецепт. Это абсолютно отличается по вкусу от Наполеона, потому что там, вы знаете, слоёные коржи, они хрустят. Но вы... Я начинала готовить как именно такое блюдо, а закончила вот таким поленником, потому что тесто оказалось дрожжоком. Дрожжокой. Но это очень вкусно. Так что, ребята мои хорошие, готовьте. Пусть у вас всё получается. А насчёт сухариков сейчас я вам покажу. Всё время говорю, что если у вас батон остался, не выбрасывайте. Вот я батон, обыкновенный батон. Я его сушу в духовке. Видите, он даже немножко подрумянился. Когда ничего сладкого нету, мы прямо с чаем пьём так. Вот эти вот сухарики можно скалкой или на измельчителе измельчить и присыпать сверху ваш поленник. Это вы уже как хотите. Если, например, вы готовите это блюдо, для гостей, что гости придут, вы подаёте большое полено на столе, разрезаете, то, конечно, это должно быть в крошке. Но у меня самый главный гость это мой муж Саша. Я думаю, что ему понравится, потому что он Наполеон. Я так не люблю их готовить почему-то, потому что я к нему отношусь, знаете, как-то. И он уже даже забыл, какое его любимое блюдо. Ну, а простите за то, что сам, это не специально, когда складывался, складывался этот рулет, не работала камера. Я вам на бумаге вот показала. Всё точно так же оно всё произойдёт. Ничего страшного нету. Берите бумаги, вот основу, плёнки вернее, побольше. Всё, до свидания, до новых встреч, приятного аппетита!